МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По модернизации средств поражения и изготовлению взрывчатых веществ. Изъятые средства поражения направлены на криминалистические исследования. Среди конфискованного автоматы АК-74, пистолеты-пулеметы ППС, ППШ, Кедр, винтовки Мосина, Маузер, ружья Сайга, пистолеты ПМ, ТТ, Вальтер, Наган, а также 17 килограммов взрывчатых веществ, 550 взрывателей, свыше 5000 патронов и около 5000 комплектующих для их изготовления. Кроме того, изъяты 167 артиллерийских боеприпасов, более 130 основных частей оружия и 16 глушителей. Вечером 27 апреля в деревню Кривцово Калининского района вызвана следственно-оперативная группа. В одном из домов деревни обнаружено бездыханное тело маленькой девочки. В июне этого года малышке должно было исполниться два года. Задержана женщина, которая почти год назад оформила на девочку опекунство. Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета в рамках расследования убийства девочки 2018 года рождения 41-летней женщине, опекуну, предъявлено обвинение в убийстве. По версии следствия, 26 апреля на почве внезапно возникшей неприязни женщина-опекун закрыла нос и рот девочки и удерживала так до наступления смерти ребенка. Почти сутки женщина находилась в доме рядом с мертвой девочкой и лишь потом позвонила в полицию. По версии следствия, 26 апреля текущего года 41-летняя женщина, находясь в деревне Кривцово Калининского района Тверской области на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к находящейся под ее опекой девочке, закрыла ей нос и рот, тем самым препятствуя доступу кислорода в организм потерпевшей и удерживала так до наступления смерти малолетней. Необходимо отметить, что в результате слаженной работы следователей и криминалистов Следственного управления Следственного комитета, сотрудников областного управления Министерства внутренних дел, женщина была задержана по горячим следам. В рамках расследования уголовного дела женщина-опекун допрошена, произведен осмотр ее жилища, собран характеризующий материал в отношении всех членов ее семьи, допрошены в качестве свидетелей соседи, назначен ряд судебных экспертиз. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям-бездействию должностных лиц органов системы профилактики. Расследование продолжается. В этом доме женщина жила с двумя приемными детьми, старшим восьмилетним мальчиком и девочкой, от которой отказалась при рождении биологическая мать. Когда женщину задержали, мальчика направили в реабилитационный центр. 29 апреля Московский районный суд города Твери рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения обвиняемой. Следствие настаивает на заключение под стражу. Адвокат на более мягкой мере пресечения подписки о невыезде. Жалко девочкам. Как нам сообщили в следственном управлении, в рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям-бездействию должностных лиц органов системы профилактики. Расследование уголовного дела продолжается.